О коммутативных кольцах. В прошлый раз мы пару потратили на то, чтобы обсудить, какие кольца мы с вами будем проходить. И буквально тут начало колец посмотрели. Сегодня продолжим. Я напомню, что в прошлый раз мы более-менее остановились на том, что, если совсем коротко, то мы рассмотрели понятие кольца, под кольца и фактор кольца по идеалу. Основная часть, которую мы с вами обсуждали, это идеал. Мы посмотрели, что если у нас есть два кольца R и R', и есть некий гомоморфизм одного кольца R в другое кольцо R', гомоморфизм в смысле кольцевой, который сохраняет операции в кольце, то штука, которая у нас называлась ядром, ядром этого гомоморфизма, а это множество таких элементов кольца R, что F их в ноль отправляет. Оно имело довольно забавную структуру. Ну и мы в связи с этой структурой, в смысле некое свойство, мы в связи с этим свойством ввели понятие идеала. То есть это у нас идеал R, идеал V, идеал V. Ну и потом показали, что идеал это у нас аддитивная группа Абелева. Дальше сказали, что по идеалу можно построить фактор. То есть можно взять отношение эквивалентности построить, во-первых, по идеалу. И затем построить, ввести в структуру фактор кольца по этому идеалу. Но здесь мы говорили, что если и это идеал, то фактор у нас будет выглядеть следующим образом. И класс эквивалентности элементов – это множество вида X+. Мы там проверяли с вами, что можно ввести разные операции. Там в частности, что это, значит, вот это вот эти классы. На этих классах можно построить тоже алгебраическую структуру. Ну, там что-то вида. Да, у нас тут будет X плюс Y. Вот X на Y будет XY. В общем, как бы, вот отображение, иными словами, отображение вот такого вида, который у нас возьмет элемент кольца и сопоставит ему его класс эквивалентности по этому идеалу. Вот, иными словами, вот этот вот канонический гомоморфизм. Канонический гомоморфизм. Вот. Оно тут работает и определен корректно, и все хорошо. Вот. Также мы с вами показали, что существует... Ввели понятие главного идеала, да? Главный идеал. Главный идеал. Это вот какая конструкция. То есть, ну, у нас есть поле. Мы берем любой элемент... Ой, не поле, а любой элемент кольца и рассматриваем вот такую конструкцию X на R. Видно, что это тоже идеал, да? Во-первых, в нем есть ноль, во-вторых, в нем нет единицы. Вот. И вот эта штучка, мы ее назвали X в скобочках, это, собственно, главный идеал. Главный идеал вот так определяется. То есть, главный идеал это то, что порождено одним элементом. Вот. Ну, и, собственно, примером, кажется, мы тоже это с вами рассматривали. Я вот... Значит, вот такой момент, что... Ну, пример рассмотрели. По-моему, мы на нем остановились. Вы меня скорректируйте. Если нет, то если вот взять и построить кольцо Z по MZ, то есть кольцо вычетов по модулю M, да, у нас как раз так и получается, да. То есть мы... Как у нас будет выглядеть... Как будут выглядеть классы, да? Это, ну, собственно, ноль будет выглядеть как ноль плюс... Все, что делится, да, плюс MZ. Ну, собственно, само MZ и будет, да. Единичка – это то, что дает единицу в остатке отделения, да. То есть это... Ну, понятно. Вот. Единица вот так будет, да. Ну, и до M-1. Вот так будут выглядеть... Так будут выглядеть вот эти вот классы, классы эквивалентности кольца. Вот. Кажется, мы на этом остановились. Если нет, вы меня, пожалуйста, под практичей. Мы остановились на главном идеале. Что главный идеал – это идеал доказали. А, и все, да? А, ну, пример... Пример ZPMZ был. А, был. Ну, отлично, все. Ну, примерно, значит, где-то вот здесь остановились. Окей. Значит, ну, теперь, собственно, маленький кусочек я, по-моему... А я ведь лекцию эту вам выкладывал или не выкладывал? Именно в наборе. Набранную. Нет? Не было? Я не знаю. Не искал. Понятно. По-моему, я не видел. Окей. Ну, ладно. Ну, сегодня выложу. Я просто... Там у меня не было двух доказательств. Вот, я... А, нет, вот, чтоб тут есть какая-то подрывка понятия кольца. А, ну, значит, есть. Ну, хорошо. Я там, правда, изменил доказательства немножко, но сейчас мы это обсудим с вами. Значит, лема. Вот это все еще вот те последние две лемы, которые мы с вами в прошлый раз не успели. Хотя они очень важны для нас, будут в дальнейшем. Значит, это... Продолжаем, значит, эту же лекцию. У нас вот два пункта надо доказать. Значит, первое. Значит, пусть у нас есть некое кольцо. Значит, пусть R-кольцо. R-кольцо. Утверждение такое. Значит, существует взаимооднозначное и сохраняющее включение соответствия между идеалами кольца R, который содержит некоторый идеал альфа, и идеалами в факторе этого кольца по R-альфа. Существует... Напишем. Существует. Существует. Взаимооднозначное. Взаимооднозначное. Однозначное. И сохраняющее включение соответствия между идеалами кольца R, содержащими некоторый фиксированный идеал альфа и идеалами в R по альфа. То есть в факторе R по альфа. Ну, если... Значит, как это можно по-другому записать? О чем тут речь? Ну, собственно, формулировка такая. Значит, идея в следующем. Давайте рассмотрим вот такое отображение. Возьмем некоторый... Значит, пусть у нас бета — это некоторый идеал в кольце R. И рассмотрим вот такое отображение. Мы возьмем бета и запульнем его в бета с... Ну... С чертой. А альфа здесь — это идеал тоже? Альфа — идеал. Альфа — идеал, конечно. Но всегда, когда в факторе будет в кольце стоять внизу что-то, это что-то безусловно идеал является. То есть это безусловно идеал. Вот. Значит, что такое бета у нас? Это вот такая штука. Это X. Это множество вот такого вида. X плюс альфа, где X принадлежит бета. Ну, и я напомню, что бета у меня должен содержать идеал альфа. Бета содержит идеал бета. Но тут у меня... Я замечу, что у меня здесь есть отношение порядка такое, да? Поэтому я могу здесь написать альфа-бета. Бета и альфа — идеалы, поэтому я могу на множестве идеалов завести отношение порядка. Ну, это у меня альфа включено в бета. Ну, это из условия лемма просто, да? Из условия леммы следует. Вот. Так вот, я утверждаю, что это вот множество, которое только что вам... Вот это отображение, точнее, которое я только что определил, вот, оно является объекцией. Оно объекцией. Это объективно. 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 Давайте докажем. Значит, чтобы доказать, что что-то является объекцией, надо доказать, что оно индективно и сюрррррргтивно. Но сюррррргтивность здесь очевидна. Вот по какой причине. Значит, давайте сюррррргтивность. Точечку поставим здесь. Сюррргтивность. Почему сюррррргтивность? Почему сюррррргтивность очевидна? Но здесь очень просто. Давайте найдем прообраз к х плюс альфа. Ну, я думаю, без проблем. да то есть любой элемент который лежит в этом классе в этом классе он будет являться представить и не принадлежит альфа он будет как бы и будет являться да то есть вот у нас x по альфа значит для него x является тем самым образом элемент поэтому проблем нет да все активность есть вот инъективностью немножко папа интереснее будет инъективность не активность здесь ситуация такая но пускай у меня есть два значит инъективность что я хочу сейчас доказать что из бета-1 равно бета-2 будет следовать что бета-1 соответственно равно бета-2 кстати все понимают что такое бета-1 и бета-2 с чертой и x плюс альфа по x принадлежащим бета-1 да то есть это классы которые входят в бета да только в бета то есть мы сейчас взяли от факторизовали кольцо по альфа да и соответственно вместе с этим кольцом факторизовался идеал бета по значит по этому же отношению альфа вот все что там осталось по факторизации сколько там классов у нас есть вот он бета штрих бета с господи как это бета с палочкой в общем вот это бета с палочкой вот она и образует значит и так я хочу доказать что из факторов бета из равенства факторов бета будет следовать просто равенство бет самих ну давайте попробуем начну первое что мне нужно я просто запишу в явном виде пусть у меня бета-1 является естественно x1 плюс альфа какой-то понятно просто по определению бета-2 это x2 плюс альфа x2 плюс альфа но отсюда сразу еще разок про суррективность но суррективность почему здесь работает просто потому что это канонический гомоморфизм как откуда у меня как помните как канонический гомоморфизм работает из он работает из r в r по а в r по и до отображения соответственно x в x плюс и но собственно здесь у нас любому для любого x существует даже не просто то есть любому классу вот этому классу будет соответствовать и любой его элемент вообще любой то есть вот это некий это некоторые класс эквивалентности согласны так возьмите любой представитель класса он будет прообразом этого класса вот но только не знаю что нельзя брать а ну там его и нет там альфа просто не сидит ну в смысле и там не сидит поэтому вот теперь смотрите с инъективностью значит x1 плюс альфа равно x2 плюс альфа ок дальше отсюда я делаю вывод что ну как гадалки не ходи что x1 лежат в одном классе и поэтому x1 равно просто x2 плюс альфа по другому другому не быть то есть я сейчас возьму и напишу что x1 минус x2 она лежит в альфа значит x1 x2 принадлежат одному и тому же классу ну а значит x1 отличается от x2 только на элемент этого на элементы идеала ну а дальше а дальше в стиле в а дальше а дальше действуем в в этом в классическом дальше воспроизводим классический вариант доказательства равномой равна равна равности двух множеств равновеликости и вообще из аморфности да то мы просто говорим что одно является под множеством другим а то второе является под множеством первого ну значит вот после того как мы вот это написали дальше мы говорим что для любого любой здесь для красоты использован бы понятно что мы исходно на самом деле x1 и x2 брали любыми из бета-1 бета-2 значит для любого x2 из бета-2 мы строим что x2 равно x1 плюс альфа но x1 принадлежит бета-1 а альфа тоже принадлежит бета-1 потому что речь в время шла о тех идеалах которые содержат альфа значит вся эта конструкция принадлежит и бета-1 вот отсюда сразу вижу 1 то что принадлежит бета-2 а тоже также принадлежит и бета-1 отсюда сразу сделаю вывод чтобы это 2 является так вот здесь аккуратнее напишу под множеством бета-1 ну круто остается только остается этого произвести точно так же и для второго случая но здесь я думаю понимаете что здесь просто полная симметрия идет и отсюда мы выскакиваем на то чтобы это один содержится в бета-2 ну и все тогда бета-1 равно бета-2 просто как множество меня никаких структур не на вопросу здесь они просто равны так вот это вот хорошая лемма которую мы с вами будем использовать вот понятно вроде да и раз эта проблема важная вот вот эта лемма для нам будет нужна сейчас скажу где когда мы будем смотреть простые максимальные идеалы вот и для того чтобы доказывать там ряд свойств простого и и другого нужно будет применять эту лему в частности по моему она у нас выскочит на ситуации когда у нас когда мы пойдем классифицировать элементы вот кольца и скажем что что нам нужно то а там будет вот такая важная теорема что всякий что всякий идеал содержится в своем максимум в некотором максимальном идеале вот она нам будет очень полезный нужно и важно вот и мы там существенно будем опираться здесь я не знаю дойдем ли мы сегодня до нее но мы я сегодня кстати и сегодня у нас будет такой теоретический материал мы сегодня добежим до как только пробежимся до идеалов так с алтарь идеалов разберемся дальше уже немножко вас помочь задачами вот на пока пока только посмотрим так еще одна лимма там же уже более просто скорее она она скорее такая просто обобщающая то что мы с вами знаем и все значит пусть у меня f это гоморфизм колец в р-штрих вот тогда ядро f тогда три утверждения первое ядро f является идеалом в р ну понятно образ f является под кольцом в р-штрих под кольцом ну потому что единица в единицу там все понятно мы с вами это обсуждали но и последний пунктик это то что r по ядру по ядру f изоморфин образуев но это теорема гомоморфизме я ну всеми любимая она вот в этих структурах просто везде ее просто переписывайте и все только грамотно проводите что такое морфизм в этой категории соответствующей категории вот ладно едем дальше а значит ребят все ли можно я ее доказывать не буду здесь все все пункты мы с вами проговорили хорошо окей все тогда поехали дальше следующий пункт и следующая лекция которая вот собственно сегодня у нас это целостность кольца целостность кольца целостность кольца но если вы до конца до конца честно то мы не не полностью это обсудим то даже в большей степени акцент в этой лекции будет отведен на просто на элементы кольца но тем не менее потихоньку будем заходить в структуру кольца вот увидим что она богатая вообще на самом деле вот если говорить про меня то вот сейчас такое моя любимая часть этого курса про относительно доказательств вот вы увидите какие не то есть там совершенно потрясающе замечательные доказательства здесь у меня к вам есть одно 1 рекомендация для того чтобы получить истинное удовольствие от того что мы с вами чем чем мы с вами занимаемся здесь прочитайте что-нибудь ну то есть я рекомендую почитать что-нибудь про части и про частично упорядоченное множество если конечно вы об этом не знаете там ну то есть вы еще скажете что рисунки что вообще мы так бы это все знаем побежаете вот не хочу никого обижать если если есть какой-то пробел в этих знаниях то я очень рекомендую это про прочитать вот не знаю мне мне одна единственная книга есть одна большая толстая книга в смысле там методичка такая электронная николая санчо вавилова вот называется конкретно теория множеств нет не совсем наивная теория множества так вот я ее рекомендую просто полистать вот она такая большая объемно весистое там как бы наверное чуть ли не все наверное все про множество вот есть более скромная по объему но не менее но не менее скромная смысле но совсем так сказать но но совсем не скромная по содержанию книжка начала теории множеств верещагин шень вот она у меня есть если вы напишите а может быть я уже вам скидывал вот его там вторая часть там где про вот та часть которая касается трансфинитной индукции вот я рекомендую прочитать она читается просто но лично для меня она читается просто как на ночь можно прочитать можно потрясающая книга написанная просто наверно от бога людьми вот очень хорошо вот поэтому я рекомендую ее полистать и просто вот так если у кого-то есть пробел если кто-то вот приходит понимание как структурированные эти частично упорядоченные множества она они нам будут нужны ну а на мы приступаем значит пункт 1 у нас будет пункт 1 делить или 0 или патента делить или 0 или патента делить или 0 или патента но собственно у нас мы все еще работаем в кольце значит пусть r кольцо вот и делителем нуля в кольце r то есть x принадлежит r делитель нуля делитель нуля но естественно не равны нулю вот это важно x не равны нулю называется делителем нуля если существует y принадлежащий r тоже не равны нулю конечно такой что x на y равно нулю вот то есть ну вот если у меня есть два отличных от нуля элемента кольца который в произведении дают нулевой элемент кольца 0 0 то они называются делителями нуля но наверно самый такой простой пример делителя нуля вот я вот чаще всего использую такой самый ближайший который бы z по 6 z если взять кольцо z по 6 z но вы знаете там будут у нас какие у нас там будет 0 остатки отделения единичка двойка тройка четверка и пятерка вот ну и собственно какие у нас тут будут делители нуля но делителями нуля у нас будет выступать двойка и тройка да потому что 2 на 3 2 на 3 это у нас 6 да это просто 0 то есть вот здесь это делителями нуля в концов вот поэтому ну вот собственно пример первый тип элементов кольца вот бывают кольца в которых до во всяком где кольце без делитель нуля нет ни во всяком и например примером случае когда случаем когда у нас нет делителей нуля эту скажем же это кольцо без делителей нуля кольцо без делителей нуля без делителей нуля ну а вообще можно и гораздо более ну как бы да что-нибудь еще есть ли да может только одной она есть нет если мы сейчас рассмотрим в принципе любой фактор z по pz где п простое число то это тоже будет кольцо без делителей нуля но она понятно ребята понятно да как почему это почему и как это устроено да да то есть по у нас не имеет простое число не имеет делителей со своих делителей соответственно не существует двух чисел в произведении которых мы получим p а то значит здесь не существует делители нуля так что ok определение вот кольцо без делителей нуля то есть кольцо в котором нет делителей нуля называется областью целостности кольцо без делителей нуля без делителей 0 0 называется областью целостности областью целостности да еще один момент сейчас у нас будет куча разных куча разных новых слов вот возникать и просьба большая к ним отнестись с пониманием как только вы в языке в этих новых словах разберетесь там все и все так сказать но не вся но во всяком случае ту часть которую мы с вами изучаем она станет гораздо более простой на восприятии вот и так значит область целостности то есть область целостности это кольцо без делителей нуля ну и пример областей целостности примерами областной области целостности является собственно z и любой там pz на z по pz любой фактор окей едем дальше еще одно определение основа x принадлежит r но пусть он теперь обладает свойством что некоторая его степень равно нулю тогда этот элемент называется ниль патентом то есть x ниль патент ниль патент если да опять же ребята ну вот я здесь иногда буду забывать но понятно что какие-то нетривиальные случаи берутся если существует некая натуральная степень n что x степени n равен нулю тогда он будет называться не патентом вот например ниль патента привести тоже несложно давайте возьмем скажем z по 6z там но сейчас сообразим а z по 4z например уже тут совсем хорошо да потому что 2 и 2 до 2 является не потом там на 2 ниль патент ниль патент вот 2 на 24 вопрос если в кольце z по 6z ниль патента нет кажется почему потому что чтобы у нас должен быть какой-то элемент который в степени будет с будет сравним с нулем по модулю 6 начнем должны быть двойка и тройка делить да 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 таких нет то есть никакой степени двойки и никакой степени тройки отдельно мы шестерку не получим она остальные все отваливаются шестерку в смысле кратные 6 конечно вот такие ну понятно довольно очевидно также что у нас любой ниль патент это делитель нуля но далеко не всякий делитель нуля это ниль патент да то есть я здесь могу написать ниль патент ниль патент и делитель нуля делители нуля но собственно если он ниль патент то он обязательно делитель нуля но в обратную сторону вообще говоря неверно то есть не всякий делитель 0 является не потом окей поехали дальше зоопарк изучать это значит что мы умеем что мы теперь узнали есть делители нуля есть ниль патенты поехали еще что есть пункт 2 2 обратим элементы обратимые элементы ну собственно давайте сначала определение дам вам связанные с ней неудобства значит обратимым элементом то есть опять же x принадлежит r называется обратимый элемент кольца 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 если если существует у принадлежащее r такое что x на уровне единицы вот так а Вот здесь в литературе, в очень хорошей даже, там, не знаю, Тью Макдональда откройте, еще кого-нибудь, вот, часто встречается слово необратимый элемент, а единица кольца, вот, множество единиц кольца, это как раз множество их обратимых элементов, его обратимых элементов, но чтобы не взрывать мозг, я решил не использовать это слово, и вообще мне оно не нравится. Дело в том, что есть понятие единица как unity, а есть еще второе по-английски тоже единица, identity, нет, не identity, identity, это как бы, ну, в общем, их там два, вот, я и уточню. Вот, и поэтому в русском языке они факторизовались в одно слово единица, вот, и поэтому, как бы, множество единиц кольца воспринимается плохо, поэтому я буду использовать слово обратимый элемент. Но, ребят, если у вас встретится где-то, и очень часто встречается понятие единицы кольца, обратите внимание, что это может быть не обязательно единица в смысле нейтрального элемента кольца, это может быть единица, которая просто обратима. Почему они так называются, мы сейчас разберем. Вот, значит, ну, понятно, что в силу того, что здесь просто полная симметрия, и этот парень, и этот парень, и оба обратимы. Ну, потому что для х существует у, да, такой, что он единица, а для у существует х, и поэтому оба яйца обратимы. Лемма, значит, вот такая. У нас множество обратимых элементов кольца образует группу, множество обратимых элементов. Кольца образует группу. Образует группу. Ну, надо доказывать или понятно? Группу по... Мультипликативную. Да, 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 мультипликативную группу, конечно. Я здесь напишу. Мультипликативную группу. Это надо доказывать. Да нет, вполне... Все понятно. Но здесь ассоциативность из кольца приходит к нам, да. Нейтральный есть, это просто нейтральный в кольце единица. А обратный это вот тот, который... Вот для у это обратный будет в, а для в обратный у. Все, точка. Да, и понятно, что эта штука вся замкнута. То есть если вы два обратимых перемножите, то получите обратимый, потому что тут же построите, как выглядит к нему обратимый элемент. Ну, условно, тут... Ну, давайте просто вот эту часть только посмотрим. А там же она еще и обелевая же вроде будет. Да, да, да. Там вообще проблемы нет. Ну, в смысле, да, она мультипликативная, а в кольце операция умножения коммутативная. Поэтому там еще и обелевая группа будет, да. То есть если у нас сейчас есть х на у равно единице, и у на в равно единице, то давайте посмотрим, чему будет равно... Как будет выглядеть х обратный... В смысле, как будет выглядеть обратный к ху-у-у. Ну, наверное, будет выглядеть в на у, да? В на у. Ну и все. Привет. Все. Так вот, значит, если у меня... В качестве обозначения обычно используется вот такая запись. Значит, обычно пишут так, R со звездочкой. Вот R звездочка – это мультипликативная группа кольца. Это мультипликативная группа кольца. Мультипликативная группа кольца. Имеется в виду вот это вот обратимых элементов? Да, да, да. А других нет. Других групп у него там нет других групп. Вот. То есть если мы говорим про мультипликативную группу кольца, это всегда кольцо обратимых элементов. Группа обратимых элементов. Да. Вот. Хорошо. Давайте теперь одно забавное свойство. Вот я вам говорил, почему единица. Одно забавное свойство обратимых элементов. Скажите, пожалуйста, вот положим у меня х принадлежит терсозвездочкой, то есть обратимый элемент кольца. Да. Скажите, пожалуйста, а что тогда из этого будет следовать? Чем тогда будет являться главный идеал, построенный на этом элементе? Под кольцом. Давайте соображать. Смотрите, что такое х? Это х на р, правильно? Согласны? Да. А теперь я утверждаю, что если х обратный, значит существует в, ну или давайте у, у, такой, что х на у будет равно единица, правильно? Вот. Но в этом р здесь вот он есть. А значит, идеал содержит единицу, правильно? А значит, просто совпадает с кольцом совсем. То есть, если элемент обратим, то соответствующему главный идеал – это просто все кольцо. Ну и мы с вами договорились для этой формы записи использовать вот такое обозначение. Это просто идеал, построенный на единицу. То есть, иными словами, обратимые элементы кольца нетривиальных идеалов не формируют. Вот. Если у него там есть обратный, то все, он неинтересный. Ну, в смысле структура кольца он неинтересный. Он не может создать никакой идеал. Он просто сразу кольцо все дает и все. До свидания. Вот. Поэтому, собственно, вот обозначение, говорят про единицы кольца, да, это вот как раз в этом смысле, что, да, у нас вот x – это всегда единичка. Единичка в этом. Слева и справа, посмотрите на террорист. Ну, и здесь точно так же нетрудно догадаться и нетрудно доказать, что и в обратную сторону это работает. То есть, если у меня x – элемент такой, что его главный идеал совпадает со всем r, то x обратим. Но это тоже очевидно, потому что x на r снова находится u. Ну, в общем, я думаю, здесь понятно. То, что я сейчас, то, что я сказал для необходимости, для достаточности, ну, здесь просто эквивалентность. Поэтому здесь все хорошо. Вот. Это понятно? Да. Окей, поехали дальше. Следующее определение для нас. Кольцо. Кольцо, в котором каждый элемент обратим. Каждый элемент x, неравный нулю, конечно. Обратим. Называется... Как называется? Как называется? Ребят, как называется кольцо, в котором все элементы обратимы. Группой. Полем. Называется полем. Поле. Поле. То есть, у нас... Если у меня в кольце все элементы, кроме нуля, обратимы, то это поле. На самом деле... Значит, еще иногда пишут вот так. r является полем тогда и только тогда, когда r без нуля... Я не туда поставил, извините. r без нуля... Оно просто равно r со звездочкой. Вот если это правда, тогда r поле. Вот. Ну, а поле, я думаю, вы там помните хотя бы отчасти, что это такое. Так. Едем дальше. Немножко про поле, скажем. Пару слов. Лемма. Лемма. Всякое поле является областью целостности. Всякое поле. Всякое поле. Это область целостности. Область целостности. То есть, в поле нет делителей нуля. Ну, давайте это докажем. Так. Значит, ну, давайте, пускай у меня есть поле... Ну, давайте k его назовем. Пусть x и y принадлежат этому самому k. Это поле. И так, что x и y равно нулю. Вот. Но у нас x и y, так как речь идет о поле, они обратимы. То есть, существует u, такой, что x на u равен единице. И существует v, такой, что y на v равно единице. Вот. Давайте тогда посмотрим на единицу. Единица равна. Но, наверное, можно написать единицу на единицу. А левую единицу я распишу как x на u. А так как кольцо у меня коммутативное, я вот так напишу u на x. А единицу ту напишу y на v. Ничего не мешает. Дальше я воспользуюсь ассоциативностью и получу u на x, y на v. Эта штука у меня радостно идет в ноль. И эта штука у меня, в самом деле, обнуляется. И получается, что единица равна нулю. То есть, в принципе, такое может быть, кольцо поле может быть, может иметь делитель нуля, но только если это нулевое поле. То есть в поле только один нулемент, это ноль и все. Ну, в принципе, тоже нормально. Таким образом, поле является, всякое поле является областью целостности. То есть у нас делителя нуля в поле нет. В этом смысле... Да, вопрос. Хорошо, а верно ли в обратном случае? Да, вот, Лемма, понятно? Замечание. Аналогично вот так вот. Вот есть поле, вот есть поле. А есть область целостности. Область целостности. Вот я знаю, что всякое поле – это область целостности. Это мы с вами сейчас только что доказали. Вопрос. А в обратную сторону работает? Правда ли, что всякая область целостности – это поле? Нет. Почему? Сейчас, по-моему, целая часть. Верно. Совершенно верно. Это не правда. Просто потому, что Z у нас является... Контрпример, да? Z – область целостности. Целостности. Но не поле. Но не поле. Z – действительно область целостности, но полем не является. И, собственно, пример. Вот. Ну, если посмотреть на арифметику в конечных кольцах, там, взять какой-нибудь Z по PZ, то любое при любом P у нас это будет поле. Это будет поле. Да? Это поле. Z по PZ – это поле. Вот. Ну, проверьте. Вот. Хотя мы чуть позже это сейчас... Хотя, на самом деле, следующая теорема, которую у нас сейчас мы сформулируем, да, собственно, на эти вопросы ответит. Так. Окей. Тогда давайте теоремку вот такую докажем, докажем вот такую теорему о том, что... Докажем теорему о том, что у нас следующее утверждение эквивалентное. Следующее утверждение эквивалентное. Значит, какие эквивалентные? Первое утверждение. Один. R-поле. R-поле. Второе. В R нет идеалов кроме нуля единицы. R не содержит идеалы, кроме 0 и единицы. И третье. Если я сейчас возьму любое кольцо... То есть, если я сейчас рассмотрю гомоморфизм F из R вообще в любое кольцо, вот любое кольцо, ну лишь бы только гомоморфизм был, да, этот гомоморфизм будет инъективен. Инъективен. То есть, ядро у него будет тривиальное. Ну что, тут вообще-то говоря, все, что мы с вами обсудили раньше, это просто является теперь подбивкой, вот, как сказать, мы вот это сейчас просто еще раз произнесем. Значит, ну давайте. Давайте это сделаем. Здесь R-штрих, но любое не обязательно более. Вообще любое кольцо. Произвольное кольцо. Произвольное кольцо. Ну, то есть, я утверждаю, что если... Ну, вопрос в том, что... Если здесь утверждаю, что ядром F может быть или все R вообще, или только 0. Все, больше ничего не может быть. Вот. Ну давайте импликации подоказываем. Значит, 1 в 2. Импликация 1 в 2. Если R-поле, то там нет никаких идеалов, кроме нуля-единицы. Но это легко, да. Мы с вами знаем, что пусть у меня, значит, пусть у меня есть некоторый... Ну, давайте вот просто каноничненько докажем. Значит, пусть у меня есть некоторый идеал. Идеал в этом R. Да. Тогда, пускай у меня есть некоторый X, который принадлежит этому идеалу. Но если он есть, значит, там в нем что-то содержаться должно. Но этот X обратим. Этот X обратим. Обратим. Тогда это значит, это значит, что X, который у меня должен уже содержать... Ну, он должен там содержаться, да. Он просто совпадает с единицей. То есть, ини содержит идеал единицы. Ну, отсюда будет следовать, что ини ничем другим, как единица, быть не может. Ну, а если X равен нулю, то, понятно, идеал будет нулевой. Все. Точка. Доказали. Понятно? Ребят? Окей, поехали дальше. Следующая импликация 2.3. Импликация 2.3. Всякий гомоморфизм... Да, из того, что нет идеала, всякий гомоморфизм инъективен. Но это уж совсем просто. Если у нас... Если мы рассматриваем ядро F, ядро F, это некоторый идеал альфа в... содержащийся в... содержащийся в этом смысле, конечно. Содержащийся в R. Но мы знаем, что в R, кроме как нуля единицы, ничего нет другого. То есть ядро всякого гомоморфизма это идеал, а идеалов нет. Значит, ядро либо тривиально, либо все R. Отсюда будет следовать, но... Но альфа это или ноль, или единица. Других вариантов мы доказали, что не может быть. Но отсюда тогда все понятно. Отсюда инъективность. Инъективность. Но имеется в виду, конечно... Но когда у меня, ребят, ядро совпадает со всем R, то это такой себе гомоморфизм, это просто нулевое отображение и все. То есть, естественно, я сейчас говорю про какие-то... какие-то нетривиальные случаи, то есть я в ненулевой. Вот. Ну и последний, последняя импликация для того, чтобы все замкнуть и все сделать... все сделать эквивалентным друг другу, мы теперь 3 в 1 отправим. 3 отправим в 1. Значит, что здесь? Ну, значит, нам нужно что доказать? Что из того, что любой гомоморфизм инъективен, нам нужно доказать, что всякий элемент R лежит в... так как всякий гомоморфизм инъективен, то всякий элемент поля является обратимым. Ну, давайте от противного докажем это дело. Значит, пусть у меня существует... пусть у меня существует элемент, который не принадлежит мультипликативной группе кольца. Но тогда мы сразу сделаем отсюда вывод, что X принадлежит некоторому идеалу, некоторому идеалу X, который не равен... который не равен единице. Да? Хорошо. Если это так, тогда я дальше рассмотрю некое множество. Давайте его A назовем. Фактор по этому идеалу рассмотрим. R по X. R по X. Вот. И рассмотрю FI, канонический гомоморфизм, который будет работать из R, фактор по этому идеалу. Утверждается, утверждается, что всякий гомоморфизм, который работает из кольца в кольцо, из R работает, он инъективен. Инъективен. Но это значит, что если он инъективен, то это означает, что у нас любым двум образом соответствуют разные прообразы. Но это значит, что ядро этого гоморфизма пусто, но тривиально. Поэтому X может быть только ноль в ядре. но отсюда следует, что X просто равен 0. Все. Понятно? Секундочку, надо переварить. в общем, я здесь играю на том, что если все гоморфизмы инъективны, значит, инъективны и канонический гоморфизм. А если канонический инъективен, значит, X совпадает с классом X. Просто это тот же самый класс. При инъективном гоморфизме каждый элемент это и есть класс. все классы одноэлементны. Вот на этом игра. еще раз. Раз так как у нас фи это гоморфизм, то фи инъективен по пункту 3. Так как его ядро у нас это либо единица, либо 0. Но тут получается, что это 0. Поэтому X становится все. Да. То есть ну любому классу соответствует нулевому классу соответствует просто элемент 0 и все. Смотрите, еще раз, при инъективном гоморфизме каноническом у нас каждый элемент это и есть класс. Вопрос. В ядре ядро гоморфизма этого это как раз тот самый идеал, по которому мы все факторизуем. Правильно? Он входит в 0. Значит прообразом нуля при этом гоморфизме будет просто элемент 0. и все. Так, окей. Там же пусть x не принадлежит r-звездочке. Если x не принадлежит r-звездочке, если он принадлежит, то это сразу единица и там все, ну там как бы мы хотим от противного доказать, что то есть если он ну не то, что это доказывается от противного, это просто скорее я говорю, что пусть x не принадлежит r-звездочке, не принадлежит там прям лежит написание. А, слушайте, ну естественно, да-да-да-да-да-да-да-да, я прошу прощения, я пропустил, извините. Конечно, x не принадлежит. Тогда у него будет нетривиальный идеал, вот, но мы сейчас доказываем, что вообще-то кроме тривиальных идеалов там никаких больше других нет. Вот. Понятно? Вполне. Окей, давайте так, я сейчас, мы сейчас переключимся на другую тему, и чтобы просто не прерываться в той другой теме, она там будет достаточно такая уже насыщенная. Я предлагаю сейчас на перерыв уйти на 20 минут и в в час 05 начать. Вы как, нормально отнесетесь к этому? Угу. Вот, давайте тогда сейчас перерыв, а дальше уже потом просто пойдем, то есть я 20 минут оттащу на следующую лекцию, чтобы здесь просто переварить сейчас немножко, там просто она более объемная будет, и хорошо бы ее закончить. Угу. Не прерываясь на середине. Все, тогда на 20 минут отдыхаем и потом включаемся. Угу. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok